Шел добрый временный суток, Татьяна. Меня зовут Борис, я маркетолог в компании ElpoGenerator. Провожу ваш аудит. Немножко провожу аудит вашей страницы. Так, сейчас давайте посмотрим, что у нас здесь. Странно. Так, аудит страницы с названием «Шерстяная акварель, матер-класс, веселый снеговик». Давайте в целом ее посмотрим. Так, примерно все понятно. Лендинг у вас довольно простой. Сейчас я просто до этого тоже рассматривал лендинг ваш. Он у вас довольно простой и, скажем так, это с одной стороны хорошо, с другой стороны это не очень правильно. То есть я вижу у вас есть интерактивные элементы, которые, ну, должны быть интерактивными элементами, на самом деле здесь пусто. Вижу, что у вас их несколько. И что в целом, то есть дизайн страницы сам по себе хорош, то есть если брать его в схематическом плане. У вас есть разделение между информационными блоками, то есть с психологической точки зрения это важно. И разделение некоторой вот на секции тоже присутствует, это хорошо. Я видел раньше ваш лендинг, чуть раньше, то есть когда я его рассматривал, я просто первый вебинар, почему-то аудио не записалось. Не очень интересно его смотреть без аудио, поэтому я все-таки напомню. Так, ну, давайте с чего бы начать. Во-первых, смотрите, у меня монитор довольно большой, то есть ширина его 2000 пикселей. Средняя ширина монитора плюс-минус 1200 пикселей. То есть примерно вот так, плюс-минус, ну, ноутбук, что-то подобное. Вот такой ширины и справа-слева будут серые полосы. Серый цвет, ну, не всегда, я думаю, что вы меня поймете, он не всегда в арене, не всегда это удобно. Я бы порекомендовал использовать для создания страницы вам секции определенные, то есть там есть инструмент секции, нужно с ними работать. Они автоматически растягиваются на всю ширину. То есть цветом можно было бы залить все и белым, и таким вот фиолетовеньким. Все выглядело бы красиво. Я помню, здесь у вас было написано специальная цена, там обычная цена, таймер был указан. Таймер ставить необязательно. Давайте я покажу примерно, как я вижу, как здесь должно быть все это расположено. Есть логотип у вас, тоже хорошо. Единственное, что жалко, как бы, что у вас нет рядом, что вы не можете задать вопрос или объяснить мне некоторые факты. Я буду делать аудит, уже его произвожу с субъективной точки зрения. И, естественно, я все-таки имею какой-то свой жизненный опыт. Он тоже имеет какие-то последствия. И из чего-то он происходит. Итак, то есть у вас должна быть, ну, допустим, шапка. Естественно, она будет ограничена, формально ограничена шириной в 960 пикселей, шириной экрана. Можно размещать элементы шире, думаю, что вы знаете, вот за границами формальными. Но не факт, что их будет видно на небольших устройствах, допустим, на планшетах. Может быть, часть информации уйдет. Поэтому вы правильно делаете, что вмещаете эти элементы основные в формальных границах страницы. Итак, сделать, я рекомендую, чуть меньше шапку, вот, чтобы больше информации, более полезно вместилось сюда. Дальше здесь ваш, находится логотип. Я вот тоже здесь смотрю, думаю, как же можно это переделать. Просто, по сути, вот это и вот это. Это заголовок текстовый. Но мне кажется, что вы не собираете заявки этой страницы, вам кнопки теоретически здесь и не нужны, как мне это кажется. Вот, я бы рад вас спросить, но вы меня не слышите. Вот, смотрите. Ниже по странице там у вас указан телефон. Размещайте здесь телефон, чтобы посетитель страницы сразу мог узнать, как с вами связаться. Возможно, он здесь уже был на вашей странице, получил информацию, снова сюда перешел, и чтобы он далеко в самой ни странице не прокручивал ее, можно сразу сверху разместить ваш телефон, который вы оставили. Что у вас там еще было дальше на странице, давайте сразу и скажу. Группа ВКонтакте, может быть, даже и ее сюда можно будет разместить чуть ниже телефона. Далее, без таких межстрочных интервалов можно уже вписать, то есть о том, что шерстяная акварель. Хотя, наверное, я бы все-таки выделил первым вот именно предложение «Мастер-класс «Веселый снеговик», чтобы было понятно, что именно вам и предлагается. Так было бы лучше. Вот, затем далее автор Татьяны Бролевого, и по поводу вот этого, вот этой фразы «Шерстяная акварель», ее где-то вот здесь лучше было бы разместить. Давайте покажу примерно, как я это вижу. Картинка хорошая, чуть левее ее можно переместить, немного левее. Если вы сделаете для этой секции белый задний фон, тоже белый, было бы вообще замечательно, все смотрелось бы более гармонично. Далее, что мы указываем. Вы вот зря убрали фразу, которая была у вас до этого на странице, обычная цена 500 рублей. Ее можно здесь употреблять. Здесь указываем, что, ну, к примеру, шерстяная акварель, допустим, ну, не знаю, может быть, там чуть ниже, мастер-класс, обычная цена, не забудьте цену с цифрой зачеркнуть. То есть, саму цифру наверняка, я видел, как это делается на сайтах, то это вот часть перечеркивается. И чуть ниже цена по акции, допустим, 399 рублей. Почему я хотел уточнить, что у вас кнопки, видите, они не работают. Вы не делали кнопки поп-ап, так называемые всплывающие кнопки. Давайте сейчас покажу, как они делаются. Вот. У вас в личном кабинете LP-генератор есть CRM-система. Туда поступают заявки со страницы, которые вы можете получать. И смотрите, у нас есть слева, это мой тестовый лендинг, у нас есть слева кнопка виджета поп-ап. Нажимаем на нее. Затем здесь просто заменяем текст. Вот тут вот его заменяем на там получить скидку или что-нибудь такое, получить, то есть курс. Сохраняем, на странице появляется кнопка. Мы можем менять ее название как угодно. То есть на абсолютно любой, видите, вот здесь на стройках. Вот можем менять ее габарит. И то есть вы сможете ее разместить здесь после того, как... Давайте я сейчас открою просмотр. Как именно заявка поступает к вам? Я почему именно хочу, чтобы вы сделали такую кнопку на странице, чтобы она была рабочей, а не просто формальность такая, либо оставленные телефоны или контакты. Потому что наверняка не всем удобно звонить вам, не всем удобно переходить по ссылкам. Кстати, у вас здесь неправильно ссылка указана. Вместо этого буквы P поставьте букву T. Тогда она будет как кабельнее. Не всем удобно звонить, не каждый хочет писать на почту и так далее. Но примерно, ну, я думаю, что больше половины посетителей вашей страницы, я вижу, что у вас их не так много было, они, я думаю, что хотели бы, чтобы вы сами позвонили, если такая возможность у вас есть. Если нет, ну, тогда, наверное, не нужно будет делать это. То есть кнопка, которую мы создаем, она выглядит, ее можно куда угодно разместить, наверное, вот так. Посетитель на нее нажимает, у нее появляется вот такое поле. Он заполняет это поле, нажимает на кнопку «Позвоните мне», ну, я просто не заполнил. Вот, и к вам в личный кабинет поступает заявка. Все данные, которые вам посетители ваши оставят, находятся вот здесь, на вкладке «Лиды». Вот здесь они находятся в списке, то есть здесь можно увидеть данные, которые они оставили, почту или телефон, зависит от того, что вы там в поле укажете для заполнения. Вот, и, соответственно, дальше можно будет с ними работать, самостоятельно им перезванивать или писать письмо на их почту, которую они там укажут. Вот, то есть если вы хотите повысить количество ваших клиентов, вот, или даже потенциальных клиентов, рекомендую сделать всплывающую кнопку, а не просто картинку вот такого плана, потому что она не работает, с ней ничего не сделать. Вот, так, что у нас там было дальше? Таймер здесь, наверное, лучше не ставить, просто указать, что можете каждый месяц, допустим, заходить в редактор и указывать, что, к примеру, акция проходит до конца, вот сейчас у нас января, до конца января. Как только начался февраль, входите, изменяйте название по акции, пишите, акция проходит до конца февраля. Чтобы посетитель видел, что у вас обычная цена, допустим, 500 рублей, вы ее зачеркнули, указываете, что акция до конца этого месяца 399 рублей. Это отличная стоимость за хорошие навыки. Редкие и не такие частые, не часто встречающиеся, и довольно интересный навык творчества. То есть мне кажется, что эта стоимость просто шикарна. И если указать, что какая-то стоимость была изначально больше, и что сейчас она отличается значимо, я думаю, что у вас повышение конверсии, повышение количества посетителей, страницы и ваших учеников будет гораздо больше. Так, что у нас дальше? Я вижу, что вы разделяли информационные блоки друг от друга, но вот немного кустарно, ну пусть это будет так, немного самобытно, я рекомендую здесь оставить большее пространства, сверху, снизу, между разделительными полосками. Обычно это делается с помощью секции. Вот так, что у вас здесь дальше? Все вроде бы хорошо, и вы размещаете все на одной высоте, на одной параллели, можно так сказать. Вот, но рекомендую текст корректно вам разместить, потому что он здесь не совсем ровно лежит, как будто просто накидан. Есть у нас в текстовом редакторе, редактор текста в нашем редакторе страниц, там есть обычные функции формата Word. Просто сделайте общую, то есть там выделите весь текст, общие настройки, чтобы было равнение по левому краю, к примеру, вот, и чтобы, ну да, я тут вот думаю, что примерно ровно, относительно вертикально, горизонтально полосы, то есть примерно здесь ровно. Скорректируйте текст, чтобы он смотрелся лучше. Вот эту информацию, может быть, даже с кнопкой «Заказать», если нужно, я бы отдельно выделил в блок отдельный, как-то, я не знаю, может быть, его как-то оформили, много по-другому. Это очень важная информация, что, освоив этот мастер-класс, вы и ваши дети смогут самостоятельно рисовать шерстью картины с сюжетами и персонажами. Я думаю, что вот эта информация отличается от остальных этих вот пунктов. Ее нужно как-то отдельно выделить. Она немного, ну, выбивается из общего плана, можно ее отделить. Для кого мастер-класс? Если есть возможность, то постарайтесь сократить формулировки. Если сложные какие-то предложения есть, давайте что-то, попытаемся найти. Если, видите, если ваш ребенок любит рисовать, но его карандашные рисунки не очень яркие, сделайте вместе с ним этого веселого снеговичка, и он будет в восторге. Может быть, как-то выделить тоже текстом. Там есть возможность сделать пункты в редакторе текстом. И с этим тоже можно как-то проработать. Разделить, во-первых, расстояние, сделать побольше после, вернее, до разделительной полосы и после. Чтобы, прочитав данный информационный блок, масштабный, можно было как-то после его завершения уже углубиться в другой, разгрузив при этом голову свою. Так, поддержка в процессе обучения. Так, неровно текст лежит, вот лесенка, он как-то... Вам нужно поработать с текстами, чтобы корректно их разместить на странице. Ну и с кнопками, я еще раз напоминаю, здесь можно, наверное, либо указывать телефон и какие-то контактные данные другие ваши, если вы не планировали делать кнопки. Если кнопок нет, то тоже ничего не добавить мне. Так, и об авторе. Вот, это очень хорошо, что есть такое. Это элемент доверия. Других элементов доверия пока я не увидел, но вполне приемлемо. Точку, кстати, уберите, она не нужна. Так, так, все хорошо. Цветовая гамма у вас, страница в целом не очень хорошая, так что у нас такое пустое белое поле. Цветовая гамма не очень хорошая, она такая тусклая, блеклая, можно было бы как-то по-другому немного это проработать. Так, телефон, контакты, e-mail. Ну, как сказать, и если честно, я бы, наверное, все-таки сделал, выбрал макет из тех, которые уже есть в LP-генератор, давайте покажу. Ну, как вариант, скорректировать данный лендинг можно, но чтобы его сделать конверсионным, чтобы он приносил вам сам по себе, то есть приносил вам посетителей, вернее, лиды заявки, конвертировал из посетителей, нужно приложить очень много усилий. При регистрации в LP-генератор вам фактически дается, сейчас скажу, порядка 500 макетов. Я бы, наверное, порекомендовал вот этот макет использовать. Вариант здесь тематика благотворительность, вариант вот этот. Дело здесь не только вот в рисунке заглавном, здесь цветовая гамма хорошая, заметьте, то есть сколько там на ширина будет, 1200 есть, даже больше, то есть отображение на стандартном мониторе, не как у меня на дизайнерском, а на стандартном, будет вот такое, то есть даже боков видно не будет, что там слева, справа, то есть все будет корректно отображаться. Вот, и вам нужно лишь заменить элементы, которые есть здесь. Давайте примерно параллельно я покажу, как это делается. Вот ваша страница веселость не горит. Давайте с самого начала начнем. как бы я порекомендовал логотип ваш, ну, соответственно, вот сюда и указать здесь, что у вас там было так, это мы не будем пока использовать, указать просто автор курса, допустим, Татьяна Добролюбова, здесь автор курса Татьяна Добролюбова, ваш телефон, кнопка заказать звонок, заметьте, какой фон, симпатичный, как он выглядит. Вот, здесь уже все готово, не обращайте внимания на то, какая здесь сейчас тематика. Стоит заменить тексты, стоит заменить изображение, представьте, и уже перед нами совершенно другой лендинг. То есть здесь мы заменяем все на ваши, секция становится абсолютно подходящей под ваш лендинг. Здесь что на шерстяная акварель, мастер-класс веселый снеговик. Вписываем сюда шерстяная акварель, вот сюда, чуть ниже мастер-класс веселый снеговик. Указываем. То есть здесь уже блок тоже нами захвачен. Заметьте, есть интерактивные элементы, прокрутка, то есть нажимаю на эту стрелочку, я прокручиваю дальше. То есть это гораздо более привлекательно. Вот, что у нас дальше? Дальше у нас здесь секция «Наши дети», соответственно. Ну, я могу тогда в принципе порекомендовать, не знаю, вот заменить задний фон на изображение ваше, вот это вот, допустим, сюда изменить, задний фон убрать, оставить здесь вашу картинку. Вот, что дальше у нас? Дальше у нас раз, два, три, четыре картинки с описанием. Это можно сделать вот здесь. Скопируем картинку, делаем еще одну, вмещаем все четыре сюда, под ними есть место для описания даже по пунктам. То есть заменяем картинки на ваши, вот на эти, чуть их уменьшаем, может быть даже они будут увеличиваться по клику или при наведении и описание все вот это по пунктовое вписываем вот сюда. У нас уже есть вторая секция, здесь, кстати, как она называется у вас, забыл сказать, вписываем, чему вы научитесь на нашем мастер-классе. Дальше у нас что есть, что-то посмотрим. Сейчас, секунду. Ну, здесь я думаю, что можно уместить, к примеру, ваши фото, как мы видели в последней секции вот здесь и об авторе заранее, чтобы элемент доверия повысил то самое доверие, к которому мы стремимся. Ваши фото, ваше описание можно шлифть чуть побольше сделать. Вот. Так, дальше не то. Как помочь? Это все можно ударять прямо целые секции со всеми элементами, если вам это не нужно. Можно будет вместо как помочь сделать вот этот текстовый блок сюда вместить, убрать фотографии, сделать описание по пунктам. Оставьте заявку. Эту секцию можно удалить. Думаю, так ваша помощь тоже не нужна. Что у нас дальше? У нас, кстати, есть. Ну, карту тоже можно убрать. Здесь указываем остаточные данные, которые были, то есть контакты, ваша почта, телефон, адрес. Не забудьте скорректировать, чтобы он был кликабельный. Здесь вместо П нужно букву Т поставить. Вот. И в принципе все, что можно добавить. То есть, по сути, вот лендинг такого плана с таким дизайном был бы гораздо более интересен для просмотра. И мне кажется, что большая лояльность у вас бы появилась, если бы, ну, нежели вот при просмотре данного лендинга с нецветной такой тематикой, задним фоном, то есть с блеклами такими, да, глубоко пастельными тонами. Вот. Ну, не буду вас учить. Вот. Я думаю, что вы дизайнер больше, чем я. Вот. Но все-таки это рекомендация моя как маркетолога. Сделать более яркие цвета на лендинге, используя вот, к примеру, данный макет. Ну, я думаю, что вы знаете, детям нравятся яркие цвета, высокие позукочастотные звуки. То есть вот можно будет играть именно на этом. Ну, и опять же, телефон сел. И опять же, вам нужно решить, используете ли вы, будете ли вы проверять CRM-систему нашу, будете ли вы с ней работать, проверять, поступали ли к вам входящие заявки, а не только звонки с этой страницы. Давайте еще раз подведем итог. То есть либо использовать макет новый, его полностью отредактировать. Это, кстати, не так сложно. Редактор наш позволяет делать очень много всего. Либо, если вы будете корректировать вашу страницу, что-нибудь сделайте с цветовой гаммой, сделайте что-то, естественно, не кислотные цвета, нужно использовать, вроде контраста, белый-красный, прям категорично таких. Либо измените цветовую гамму в позитивную сторону, в более такую, не знаю, в более яркую. вот. Решите, что сделать кнопками, будете ли вы их использовать. Корректное размещение элементов и, в частности, корректное размещение текста на страницах, там, где он должен быть и в таком формате, чтобы он удобно читался. Вот как, например, плюс-минус вот здесь, допустим. То есть здесь видно, что выровнен, что пункты отмечены, ну, определены. Здесь, допустим, у вас выше пустые места, какие-то точки запятые. Здесь, здесь, тут, там, точка. Очень много знаков пропинания. Если вы делаете вот такие пункты, наверное, после этого не нужно ставить знаки пропинания. Они, ну, они лишние в любом случае. Вот отдельный элемент. Отдельный элемент. Это все видно. Здесь указано, что это пункты. Так, что еще тут можно вам предложить. Не забудьте разделение. Я бы порекомендовал все-таки сделать разделение не в текстовом формате, а с помощью секций. Не знаю, то есть были ли вы на моих на моих вебинарах по функционалу редактор LPGenerator. Я там рассказываю очень много вещей, как работать со страницей, какие инструменты необходимы, чтобы ее создать полноценно, чтобы можно было в дальнейшем с ней работать. Вот. И думаю, что это было бы полезно. Сейчас буквально несколько секунд найду для вас ссылочку на вебинар. вебинар будет проводиться во вторник. В следующий вторник это будет у нас какое число? Это будет 24 января. Вот. Я вам рекомендую посетить вебинар. Вот ссылка, которая сейчас в адресной строке. ничего сложного, то есть welcome.lpgenerator.ru стандартный наш адрес и затем слэш черта вебинар старт 1. Вот это вот вписываете и попадаете на вебинар. Там можно будет в чате кодексе вебинаром задать вопросы в процессе моего вещания. Если что-то непонятно, можно узнавать, уточнять. Я думаю, что это вам поможет гораздо более корректно обращаться редактором и получить отличный пласт информации для создания красивого лендинга, который будет вам приводить дополнительных клиентов. Вот. Так. Ну и вот я не знаю, вы ведете ли вы рекламные кампании, направляете ли вы посетителей вообще на страницу как-то. Мне это неизвестно, поэтому добавить что-то дополнительное не смогу. Так. Ну вот, в принципе, мне кажется, все, что мог сказать. Вам нужно, наверное, как-то, да, вот с точки зрения дизайна, что-то как-то обыграть лендинг дизайнерски. Может быть, какие-то интерактивные элементы или, как я уже сказал, использование макет, который я предложил. Мне кажется, он наиболее подходит. Тут можно ненужные элементы удалять прям группами сразу. Вот. А нужные просто скорректировать и вот у вас уже такой вызывающий лендинг. Ведь покупают у вас эти курсы все-таки не дети, вот, а взрослые, не среагировать на такую вот девочку голубоглазую довольно сложно. Тем более, что будет описано, что курс уникальный, что стоимость небольшая. С этим нужно работать. Вот. Ну что же, мне кажется, что все добавить пока нечего, потому что дизайн у вас минималистичный и вот все, что смог описать, все рассказал. Жду вас обязательно на вебинаре. Вот. Можете прям так написать. Я с аудита страницы, я думаю, ну, мне несложно будет вспомнить, то есть, данный лендинг. Вот. Если будут вопросы, обязательно их задавайте. я вам подскажу, расскажу, как это все делать. Так. Ну что же, в таком случае, высоких вам конверсий и всего доброго. До свидания. До свидания.